Сура Саба Во имя Аллаха Милостивого Милосердного Хвала Аллаху, которому принадлежит то, что на небесах и то, что на земле. Ему же надлежит хвала в последней жизни. Он мудрый, ведающий. Он знает то, что входит в землю и то, что выходит из нее, и то, что не сходит с неба, и то, что восходит на него. Он милосердный, прощающий. Субтитры создавал DimaTorzok Неверующие сказали, час не наступит для нас. Скажи, нет, клянусь моим Господом, ведающим сокровенное. Он непременно наступит для вас. Ни на небесах, ни на земле не ускользнет от него даже то, что весом смельчайшую частицу, или меньше нее, или больше нее. Все это есть в Ясном Писании. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok А тем, которые старались ослабить наши знамения, уготованы страдания от мучительного наказания. Те, которым даровано знание, видят, что неспосланное тебе от твоего Господа есть истина, которая ведет к пути могущественного, достохвального. Неверующие сказали, указать ли вам на мужа, который возвещает вам, что вы возродитесь в новом творении после того, как полностью распадетесь? Измыслил ли он ложь об Аллахе? Или же он является бесноватым? О нет! Те, которые не веруют в последнюю жизнь, будут подвергнуты мучениям и пребывают в глубоком заблуждении. Субтитры создавал DimaTorzok Неужели они не видят того, что перед ними и что позади них на небе и на земле? Если мы пожелаем, то заставим землю поглотить их, или же не зринем на них кусок неба? Воистину, в этом знамении для каждого раскаивающегося раба. Мы одарили Давуда милостью от нас и сказали, о горы и птицы, славьте вместе с ним. Мы сделали железо мягким для него. Выкуй длинные кольчуги и соблюдай меру в кольцах. Поступайте правильно, ведь я вижу то, что вы совершаете. Мы подчинили Сулейману. Мы подчинили Сулейману ветер, который утром пролетал месячный путь и после полудня пролетал месячный путь. Мы заставили для него течь источник меди. Среди джиннов были такие, которые работали перед ним с дозволением его Господа. А тому из них, кто уклонился от нашего повеления, мы дадим вкусить мучения в пламени. Они создавали прекрасные строения. Изваяния, извояния, миски, подобные водоемам, и неподвижные котлы. О род Давуда! Трудитесь в знак благодарности. Но среди моих рабов мало благодарных. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Когда же мы предписали ему умереть, они узнали об этом лишь благодаря земляному червю, который источил его посох. Когда же он упал, джинны уяснили, что если бы они знали сокровенное, то не оставались бы в унизительных мучениях. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok «Вкушайте из удела вашего Господа и благодарите его, прекрасная страна и прощающий Господь!» Субтитры создавал DimaTorzok Но они отвернулись, и мы наслали на них поток, прорвавший плотину, и заменили их два сада двумя садами с горькими плодами, тамариском и несколькими лотосами. Так мы воздали им за то, что они не уверовали. Разве мы караем так кого-либо, кроме неблагодарных? Субтитры создавал DimaTorzok «Между ними и городами, которые мы благословили, мы воздвигли ясно различимые города и размерили путь между ними. Разъезжайте между ними ночью и днем в безопасности». «Они сказали, Господь наш, удлини расстояние между нашими остановками. Они поступили несправедливо по отношению к себе. Мы сделали их предметом сказаний и рассеяли их. Воистину, в этом знамение для каждого, кто терпелив и благодарен». «Предположение Иблиса относительно них оказалось правдивым, и они последовали за ним, за исключением группы верующих. «У него не было над ними никакой власти, или не было для них никакого доказательства. Но он искушал людей, чтобы мы узнали и отличили того, кто верует в последнюю жизнь, от того, кто сомневается в ней. Господь твой — хранитель всякой вещи». «Они сказали, Господь наш, удлини расстояние, от того, кто сомневается в ней, от того, кто сомневается в ней, от того, кто сомневается в ней». «Скажи, призовите тех, кого вы считали богами, наряду с Аллахом. Они не владеют даже мельчайшей частицей на небесах и на земле, и не являются совладельцами чего-либо на них, и нет у него среди них помощников». «И не чувствую Богу, ни без Иерусалям великулы, ни его дадим, ни Marianne. Ничьё заступничество перед ним не принесёт пользы, кроме тех, кому будет дозволено. Когда же страх покинет их, многобожников или ангелов, сердца, они скажут «Что сказал ваш Господь?» Они скажут «Истину, ведь Он возвышенный, великий». Скажи, кто наделяет вас уделом с небес и земли? Скажи «Аллах». Воистину, одни из нас либо на прямом пути, либо в очевидном заблуждении. Скажи «Вас не спросят о грехах, которые мы совершили, а нас не спросят о том, что совершаете вы». Скажи «Наш Господь соберёт всех нас, а потом рассудит между нами по справедливости, ибо Он раскрывающий или справедливый судья, знающий». Скажи «Скажи, покажите мне тех, кого вы приобщаете к нему, сотоварищи». «О нет, Он Аллах, могущественный, мудрый». Мы отправили тебя ко всем людям добрым вестникам и предостерегающим увещевателям, но большинство людей не знает этого. Они сказали «Когда же сбудется это обещание, если вы говорите правду?» Скажи «Вам обещан день, который вы не сможете отдалить или приблизить даже на час». Скажи «В prop Субтитры создавал DimaTorzok Не в то, что было до него Если бы ты видел беззаконников, когда они будут стоять перед их Господом, отвечая друг другу словами Те, которые были слабыми, скажут тем, которые превозносились Если бы не вы, то мы стали бы верующими Те, которые превозносились, скажут тем, которые были слабыми Разве мы удержали вас от верного руководства после того, как оно явилось к вам? Нет, вы сами были грешниками Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Тогда те, которые были слабыми, скажут тем, которые превозносились Вы замышляли козни ночью и днем И велели нам не верить в Аллаха и равнять с ним других Когда же они увидят мучения, они утаят раскаяние Мы наложим оковы на шеи неверующих Разве им не воздается только за то, что они совершали? В какое бы селение мы не направляли предостерегающего убийства? Его изнеженные роскошью жители говорили Воистину мы не веруем в то, с чем вы посланы Они говорили У нас больше богатства детей И нас не подвергнут мучениям Скажи, воистину мой Господь увеличивает или ограничивает удел тому, кому пожелает Но большинство людей не знает этого Не ваше богатство, не ваши дети не приближают вас к нам, если только вы не уверовали и не поступаете правильно. Для таких людей будет приумножено воздаяние за то, что они совершили, и они будут пребывать в горницах, находясь в безопасности. А те, которые стараются ослабить наши знамения, будут ввергнуты в мучения. Скажи, воистину, мой Господь, увеличивает или ограничивает удел тому из своих рабов, кому пожелает. Он возместит все, что бы вы не израсходовали. Он наилучший из дарующих удел. В тот день он соберет их всех, а затем скажет ангелам, это они поклонялись вам. Они скажут, причист ты, ты наш покровитель, а не они. Они поклонялись джиннам, и большинство их веровали именно в них. И сегодня вы не можете принести друг другу ни пользу. Сегодня вы не можете принести друг другу ни пользы, ни вреда. Мы скажем беззаконникам, вкусите мучения в огне, которые вы считали ложью. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Скажи, если я заблуждаюсь, то заблуждаюсь только во вред себе. Если же я следую прямым путем, то только благодаря тому, что внушил мне мой Господь. Воистину, Он слышащий, близкий. Если бы ты видел, как они будут напуганы, они не смогут сбежать и будут схвачены поблизости. Они скажут, мы уверовали в это, но как им обрести веру или заслужить прощение в таком далеком месте? Они не верили в это прежде и делали предположение из далекого места. Между ними и тем, что они пожелают, будет воздвигнута преграда, что прежде произошло с подобными им. Воистину, они терзались смутными сомнениями.